Привет, друзья! Это Кето-рецепты. Сегодня готовим кето-маффины с фаршем. Такие маффины очень удобно взять с собой в дорогу или на прогулку, или использовать как дополнение к основному приему пищи. Готовится очень легко, получается невероятно вкусный. Готовим кето-тесто. Для этого использую 200 грамм сыра моцарелла. Натираю его на терке. К натертому сыру моцарелла добавляю 2 столовые ложки сметаны. У меня сметана жирностью 21%. Немного все перемешиваю. Отправляю в микроволновку растапливаться до жидкого состояния. Вот такая жидкая получается консистенция из расплавленного сыра со сметаной. Теперь в эту массу вбиваю одно яйцо. У меня яйцо домашнее. Хорошо размешиваю до однородности, чтобы яйцо полностью вмешалось. В полученную массу буду добавлять миндальную муку, в которую добавлю чайную ложку пищевого разрыхлителя. Всю миндальную муку отправляю в миску. Добавляю чайную ложку пищевого разрыхлителя. Я рекомендую брать только разрыхлитель, не заменять его на соду с уксусом. Хорошо все перемешиваю до однородности теста. Кето-тесто готово. Миску затягиваю пищевой пленкой, а тем временем займусь приготовлением начинки. Я буду использовать мясной фарш. Фарш обжариваю до готовности на сковороде. И в самом конце буду добавлять специи. Морская соль по вкусу. Черный молотый перец. Чесночный порошок. И немного свежей зелени. Укроп и петрушка. Аккуратно все перемешиваю. И мясная начинка из фарша готова. Готовить буду вот в таких тефлоновых формочках, которые предварительно еще смазываю оливковым маслом. Теперь беру наше подготовленное кето-тесто. Набираю небольшое количество и распределяю по формочкам. Теперь на тесто выкладываю мясную начинку. Буквально по 1,5-2 столовые ложки будет достаточно. И сверху закрываю оставшимся тестом. Удобнее всего это делать ложкой смоченной в воде. Поверхность маффинов смазываю яичным желтком. И посыпаю кунжутом. У меня белый и черный. Ставлю выпекаться в духовку. Заранее разогретую до 180 градусов. Режим конвекция вверх-вниз. Буду запекать примерно 25-30 минут. Маффины должны сверху слегка подрумяниться. Готовым маффинам даю немного остыть. Затем перекладываю на тарелку и подаю к столу. Такие кето-маффины с мясным фаршем получаются очень вкусные и сытные. К основному приему пищи можно добавить 1 кето-маффин. Хранить их можно в пищевом контейнере, убрав в холодильник. А на второй день подогреть. Приятного аппетита! Готовьте с удовольствием! Подписывайтесь на канал. Впереди будет много интересных рецептов. Всем пока!